Мамонты Мамонты – это род вымерших млекопитающих из семейства слоновых, живших в четвертичном периоде. Высота этого животного достигала 5,5 метров, а вес – от 10 до 12 тонн. Мамонты в два раза превышали в размерах современного слона – самого крупного млекопитающего на Земле. Более 9 тысяч лет назад мамонты населяли Европу, Азию, Африку и Северную Америку. Мамонты – близкие родственники слонов. Вопреки распространенному мнению, мамонты не были предками современных слонов. Они появились на Земле позже и вымерли, не оставив даже отдаленных потомков. Мамонты кочевали небольшими стадами, придерживаясь долин рек и питаясь травой, ветками деревьев и кустарников. Такие стада были очень подвижны археологами, обнаруженные многочисленные кости мамонтов в жилищах древнего человека. О значении мамонтов в жизни первобытных людей говорит и тот факт, что еще 20-30 тысяч лет назад художники кроманьской эпохи изображали мамонтов на камне и кости. Основные виды мамонтов по размерам не превосходили современных слонов. Но при этом североамериканский подвид мамонтуз император достигал высоты 5 метров и массы 12 тонн. А карликовые виды не превышали 2 метра в высоту и весили около 900 килограмм. У мамонтов было массивное туловище, покрыто длинной густой шерстью. Они обладали длинными изогнутыми бивнями, достигавшими 4 метра в длину и весившими 100 килограмм. Мамонты были травоядными животными. И бивни помогали в добыче пищи в зимнее время из-под снега. Сдирали король с деревьев, а также защищали их от врагов. Мамонты были стадный образ жизни. Одно из самых поздних, самых массовых и самых южных закоронений мамонтов находится на территории Каргатского района, Новосибирской области, в верховьях реки Паган, в местности Волчья Гриба. Предполагается, что здесь находятся не менее 1500 скелетов мамонтов. Часть костей носит следы обработки человеком. Что позволяет строить различные гипотезы о проживании древних людей на территории Сибири. В Сибири бивни мамонтов, вымываемые весенними водами, собирались туземцами и представляли предмет торговли. Коми, как и другие народы Севера, часто находили кости мамонта в отложениях на берегах рек и вырезали из них костяные трубки, рукояти ножей, женские украшения, сувениры. А это изделия из бивня и костей мамонта современных умельцев. В мифах Коми рассказывается о целых нартах, сработанных из мамонтовой кости. А живущие на крайнем севере лапланцы твердо верят в существование мохнатых великанов, обитающих под вечными снегами. В северо-восточной части Сибири предания Чукчи гласят, что мамонт — носитель злого духа, живущий под землей. Тот, кто находит торчащий из земли бивни, должен немедленно выкопать их, тогда колдун лишится силы. В июне 1977 года в верховье реки Колымы на территории Магаданской области была сделана необычная находка детеныша-мамонта. Судя по особенностям захоронения, истощенный мамонтенок провалился в яму, заполненную водой, и захлебнулся, не сумев оттуда выбраться. А в Сибири и на Аляске известны случаи нахождения замерзших мамонтов, сохранившихся в толще многолетней мерзлоты. И, по предположениям ученых, мамонты начали вымирать из-за потепления. В 1900 году на берегу реки Березовки была обнаружена практически нетронутая временем и хищниками туша мамонтов. Некоторые детали, в том числе непрожеванная трава, говорят о том, что животное погибло внезапно. Версия убийства отпадала сразу. Не было никаких следов повреждений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова